Приветствую вас! Вы знаете, мне показалось, что как такового вопроса к нам, к психологам, у вас нет. Мне показалось, что вы не готовы на данный момент конкретно что-то решать. И конкретно что-то делать. Мне показалось так, что не готовы. Могу ошибаться, конечно, но не готовы. И мне кажется, что в первую очередь нужно определить, что же вы всё-таки хотите. Вот, например, зачем вы написали нам сюда ресурс? Для чего вы написали нам ресурс? И так далее. Это очень важный момент. Если написали, значит какая-то проблема есть. Если написали, значит хотите проблему решить. Вопрос заключается только в том, что это за проблема. Вопрос заключается только в том, какую именно проблему вы хотите решить. Потому что проблема может быть, как вы понимаете, не одна. Значит, вы описываете момент, в котором молодой человек переживает ещё не завершившиеся отношения. Свои. И он, попытавшись с вами новые отношения начать, согнулся с тем, что, ну, не может. Вот. Он, по крайней мере, поступил здесь достаточно честно. То есть он честно сказал вам о том, что не может. пока начать новые отношения. Вот. Хоть это и неприятно, но, по крайней мере, это честно. И за это честность, и мне кажется, вам стоило бы его поблагодарить. Это первое. Второе. Вы пишите о том, что вам больно. То есть вот до момента, когда вы описываете переживания молодого человека, да. Ну, в общем, всё вполне себе, всё вполне себе понятно. Вполне ясно. Но потом вы начинаете писать про себя. То есть что внезапно вам больно. Внезапно вы не можете смотреть на других мужчин и не хотите этого делать. То есть какая-то идёт, вот, ну, объективная реакция, да, скажем так, сверх мотивированная. То есть чрезмерная реакция идёт. Вот, смотри, какая штука. И с ней, с чрезмерной реакцией, и нужно разбираться. Из-за чего, из-за чего вам больно? Почему вам больно? Что именно вызывает боль? Это нужно исследовать. Может быть, вы боитесь чего-то. Может быть, вы приняли на свой счёт, что он не может с вами, ну, в отношениях находиться. Может быть, что-то ещё. То есть это вот та история, которую, на мой взгляд, нужно исследовать. Понимаете, да, о чём идет речь? Дальше вы пишете, эм, так, он говорит, что его тянет ко мне, хочет взлетовать, смеяться, разговаривать. Ну, мне кажется, это, как-то, вот, поверхностная очень, вот эта поверхностная история, поверхностная реакция в отношениях такого типа. Особенно, если вы пишете, что всё было хорошо, я бы сказал, идеально. То есть, это очень нужно исследовать, как вы познакомились, что вас Олеся вместе объединила. Да. Вот. Дальше. Ну, честно, я уехал, мы общаемся периодически через социальные сети, и после данной ситуации больно стал именнее. Смотреть на других мужчин не могу и не хочу. Ну, вот это вот чрезмерное эмоциональное вовлечение, да, в отношениях, прям болезнями, болезнями такие, да. Вот, это, ну, говорит, как минимум, атом, что то, что вы испытываете, это не совсем любовь. Вот, это скорее, ну, какое-то другое чувство. И мужчина, он вас, в принципе, тоже не любит, он вас использует, просто вы чувствуете, это, ну, в том числе, да, в том числе, это, и его отношения, его отношения такого типа к вам, понимаете? Вот. Вот. То есть, это вот то, что в любом случае, вот, прямо необходимо вам исследовать для себя. Это чрезмерная, чрезмерная реакция, чрезмерная реакция на данную сторону. Вот. Это, необходимо, скорректировать. Чтобы такого не было. Вот. Понимаете? О чем идет причина? Надеюсь, что, я, я выражаюсь, понятно, предельно, понятно. Ну, что вы пишете, ждать его приезда, жду его приезда, сама, не знаю, что будет. Я здесь не буду устать или поставить свет, но как, согреться, я не могу. Вы не можете, вы не хотите. Я такого слова не могу. Вы же понимаете, что это довольно, довольно легко сделать. Вы этого не хотите. Да. Вот это другая история. Вы понимаете, что это совсем, совсем другой момент. Понимаете? То, что вы не хотите. Поэтому, мне кажется, что здесь, также нужно исследовать, что конкретно, чего конкретно вы, например, боитесь, что конкретно удерживает вас с ним и так далее. Вот. Это очень важная история. А вот, в принципе, в принципе, то, что можно вам сказать, то, что можно вам ответить. Вот. Вот. Пока что. Пока что. На данный момент. На этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в комментариях. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрешится. Давай сделать это. До свидания. До свидания. До свидания.